Друзья, всем здравствуйте! Вы на канале Пиратская жизнь. С вами как всегда Ниног, Нилован. Ну что, у нас сегодня обед. Мы сегодня будем делать окрошечку. Смотрите, я уже набодяжила. Бывала здесь как с салатиком. Я добавила майонез, добавила перчик, соль. Вот. Квас я держу в тепле. Чтобы он забродил. Нет, на самом деле для того, чтобы он был тепленький, потому что, знаете, не май месяц. Окрошку это нельзя хранить в тепле. Вот. А квас лучше вот в тепле. Чтобы было нормальненько. У меня тут новости все играют, всякие новости. Новости закончились. А Борис? Судьба человека. Так. Опять новости. Все. Сейчас нужно новости читать, новости смотреть. Никогда не знаешь, что там будет-то. Ой, я сейчас рассуждала в предыдущем выпуске. Ой. Спасибо, я сама. Спасибо. Сейчас я размешаю. Предварительно люблю, знаете, все это дело размешать. Кто-то, кстати, ест окрошку на кефире, вот, кто-то со сметаной. А для меня вот классическая окрошка, это все-таки на квасе. Кто-то на простоквашке, кто-то на Иране. Хотя тут такого живет там. Сделал бы на Иране. Прикольнулось бы хоть разок. Какие супы варить постоянно. Там сам Бог велел окрошку сделать. Хотя там у меня колбасы нету, да? Да. Нормальный. Но опять же, можно колбасу самому сделать. Все. Куще. Куще, куще мой хороший. Все. Забодяживаю. Не, вот это, кстати, квас для окрошки самый хороший. Это у нас букет чувашки. Такой вот хороший квас. Это мы взяли. Вот, Лаван, мне его постоянно прям все уши про него прожужжал. Только такой, только такой. Квас. Говорит, на другом я окрошку есть не буду. С хозяин, барин. Что там, доллар-то? Сколько уже? Че здесь доллар? Вон, иди. О, кстати, я сюда показываю. Это показывает то, что сегодня. Вверху. Да я вижу, что, блин, уже зрение плохо. Да. Сидишь вот за компом. Вот, зрение сажаешь. О, какая вкусная. О, смотрите, какая прелесть получилась. Укрошечка. Супер. Супер-супер-пупер. Супер-пупер-пупер. Супер-пупер. Как Любовь к ним говорит. И горячий чай. Ложку полную взяла. Ну ладно, пальцем размешаем. А, я что-то смотрела, прикол, короче, в Тик-Токе. Муж сидит там, это. Жена ему чай принесла, и он ей показывает. Вот так вот, типа, размешай. Он говорит, он ей показывает еще раз, размешай. Ну, она, недолго думая, взяла, так и размешала. Требу пальцев. И все. Так. Мечай-то был холодный. через пальцем не холодная за счет кваса я хочу быстрее ледом все-таки мне кажется еще и цены на путешествие выросли очень сильно если евро вырастет такая вот уж попала на евро особняка не полетаешь значит крыло смотрела алексей вот он говорит цены но предшествует сильно выросли так у них там чем он же с украины цепля они что-то слабо полетом всякие запретили как вижу здесь как не хорошо привязываться чистого к тревелу да но я так рада на самом деле у нас вот не чисто тревел у нас так сказать семейный канал ну что сапири в переформатировали там пандемия началась и часа кризис блогерам туда перестроился кто-то там построился потому что на боли там жил долго-долго кто-то там тайланди как жил так и жил а многие вот реально на самом деле очень многие блогеры правил даже которые мы начинали очень многие допомнили калолетнее настроение время заходила как недавно это 10000 у нас прям гонка с ним была прям нос к носу шли а сейчас я захожу смотрю они дома ребенок у них родился вот и как-то у у них это было вообще не заходит прям совсем да и снимает а не пусть ингредиенты кто-то выжил пандемия кто-то не выжил вообще мне кажется нужно вот сразу быть вот хоть 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 даже в этой ситуации нужно как раз подстраиваться в этой ситуации Я на тобой тоже пустябурь. Он же сейчас задает. Машины дорогие. Мы вообще 10 тысяч отдали. Я говорю, ничего. Права будут, это уже хорошо. Вы когда-нибудь знаешь, когда-нибудь пригодятся. Кстати, вот насчет машин. Я вчера еще вечером посмотрела. Вот ты говоришь, на механике до хрена машин. И намного дешевле. Так что учись, мой хороший, на механику. Так они дорогие на автомате. А на механике они намного дешевле. Ну, папа. То, что коробка быстро летит. Ну, что летит, не летит, я не знаю. Я вчера посмотрела, открыла. Там и русские, и лады всякие появились. Как у отца вот была. У него 14-й была или 15-й, я уже не помню. А там 14-й, кстати, вообще недорогение. А там что-то стоило, 150 тысяч. И, кстати, машины по 150 тысяч полно. Просто ты никогда не знаешь, что ты купишь. Рухлить. Больше постоянно мальчиков делать. Мы вчера все фильтром выставляли. Типа год-год. И ставили пробег там туда-сюда. А потом, короче, посмотрел ролик, когда чувак пишет. что вообще нету смысла смотреть на пробег тупо скрутит ухо как нам друг себя сказал что если брать то брать нужно новую и опять же новую они даже новые часа вода царил автоматы от пятиста вообще начинается 500 тысяч лада и там относительно новые ну как относительно 20 километров ну так очень штат там новое и салона читать я всегда прям посмотрела цены на всякие парковочные места на гаражи просто миллион у нас здесь в городе у нас эти есть несколько мест парковочных сдается в аренду самая козырная которая недалеко прямо дома 12 смесь есть еще три парковочных мест не подальше тут уже про там там за куб там берегу 10 минут идти ну 10 10 закуп за ордер там дальше 10 минуту с другой страны 4 600 вот в кубе здесь вот там что-то были объявления старыми сейчас я так понимаю они уже не актуально 3000 давали но там как выше открытая парковка в конце концов даже открытая а здесь вот сейчас даже относительно открытая так-то с бомба по крыше там с бомба так крыши все там пятиэтажные это здание парковка плотные все нас здесь стройку было вместе строили парковку тоже многоложнюю там кирпичную до себя забросили просто забросили все в конце концов нас парковка прямо перед дома что это напротив наживы здесь не до строй там кто-то подсуетился сделали платную парковку она считается как под открытым небом другой страны крайне мере тут у нас тут не дело в том что плата не плата тут хрен еще место найдешь применять на дискентр наде все заставлено а угол нам вообще нереально поставить я говорю то соседа разговаривалась вот он пользуется вот эту у фанат вот я вам смору раз смотрит он для чего поставил фанат то что смотреть парковочные места дома да ты прям по камере раз такой пробился дом есть нет это не к целью и ваше не стоит доехать хотят только дочь тоже но он редко ставит он ставил то вообще посетив дворах чему вон пропустил да вон ту 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 там то еще при этом не короче машина это прям сюда как-то не продумывает момент ничего это мне-то было 6 кусков ветчина ничего было было чего еще не от сколько осталось хочу мне нравится мне нравится что как-то неровно что-то говорил муж надо больше от у меня вся такой был шок я все увидел тены охранял я еще горжу какую-то параллельной реальности что мы машины поступить не есть и дешевле там по 50 тысяч миг на выпуска вы стоит прям рухлик ну даже буквально корпус окна разбиты там все разбито все нахер зажавела пишут киа что-то там сорвенты учет такое 150 тысяч продажа салон игру вы чё приняли бы она все проржавел там чисто корпусе мне кажется кто-то степанулся с этим объявлением ну что он две тысячи там первого года она какого-то знаешь года скажем еще один старт она какая-то вся такая убитая но я пристал объявлений 10 лет что пять лет и машин уже все это то есть не убиваемые но они праворудные с мая кто как пользуется они праворудные японские и тойота ставите темно обычный получит будем решать проблем по мере поступления сейчас для начала хороший навык будет вождение ты можешь есть бутерброд не хочу я просто наелась рублю вырос да я не знаю я обычно знаете нефть растет доллар падает а сейчас все все опять растет не просит доллар растет тену растут мне вообще как мы спереди то нет кредит 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 не падает там деньгов писал чё еще кучу кэшбэка празднику там всяких ресторан ну какого сейчас хочешь ярус маркет технопарк санцент и прочие такие фирмы где может купить технику и прочее ага сейчас технику то не знаю прям там она тоже привязана к валюте ну пока старый запас есть вот конечно не так поднялся который я думаю сейчас не попробую все как четырнадцатом году покупать холодильники телевизора там кэшбэк до десяти процентов на все при заказе на интернет это все купить компьютер холодильник плиту микроволновку пылесос все телефон тебе успели у меня то есть прям вот успели я прям как знала ебанит у меня чутка если не будешь ешь ешь я сказал у меня вот окрошки прям вообще с глазом с хлебом все билеты все билеты все билеты все билеты где ничего не ешь так а сейчас народ попрят туда знаешь что там во время вот такого кризиса там народ верит в чудеса сейчас они выиграют вот такие вот люди они наживаются на этом ты еще рублей выигрыш все что свыше там 5000 будет бегать месяцами чтобы получить этот выигрыш сейчас говорю главное сохранять спокойствие и кто в какую истерию сейчас не нагнетал и как в четырнадцатом году мы ехали в такси и нам знать то там таксист прям нагнетал что мне позвонили там 3 вода на киселе который приближенная чуть ли не к путину сказали что завтра будет такая инфляция доллар там будет чуть ли не там по 150 цены вырастут и типа езжайте все вклады снимайте это и покупайте технику там холодильники телевизора потом типа сдадите и это очень многие поддались вот этой общей истерии понимаете сейчас вам сохранять спокойствие все лучше идите в крупы купить это не стоит покупать крупу как говорится все равно это все будет не стоит мы сами сами создаем это ажиотаж тогда одна бабушка там другой сказала что гречка закончится и все они по по 10 килограмм купили магазин смотрит такой ухо ба и цены поднял и все вот вам пожалуйста есть спрос есть приложение даже продолжение на росту мы по сути сами задаем все это истерию проще я даже не знаю в чем деньги хранить либо доллар либо рубля кто знает каким там санкции ведут а доллар станет бумажкой в туалет идти у нас дорога когда включать и наши рубль бумажка нашли какашка нашим подкреплен золотом а в доллар нет доллар подкреплен чем товарами которые они гонят и добудем и оружие то что продают думаешь что тут все золото покупать дайте зубы золотый потом золотовалютный запас пиратов золотые зубы куда выложили деньги в зубы там кто-то в комментариях писал идет это металлы выросли да они все правда но выросли золото и паладе выросли тут были пять тысяч четыре это падал как сейчас аж шесть тысяч с лишним забором прям кипец вообще раньше на тысячу рублей можно купить было телегу продуктов сейчас на тысячу рублей купить корзинку корзинку какую корзинку небольшую ага который ты видела мужской набор это едок спали сейчас вообще ничего не купишь там же был 690 рублей наборчик ну вот купишь я говорю что сейчас как фига фигак нет и все блогеры пострадают нифига да не пострадают конечно это такой пласт здоровья смысл это делать не знаю ну могут кто знает какими санкциями ведут какие свифт и прочих я столько отключу свифт и то вряд ли будет кто-то отключать там блигийцы рулят это их система ну просто знаешь они уже скажут дальше что мы никого отключать и будем идти в ГТВ все лесом нам и так не блин плохо все платят просто знаешь я не знаю в америке по моему есть такое понятие что как говорится военное а как говорится бизнес 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 в рот в том плане что как говорится там пострадает безумное количество людей безумные бабки это просто они пострадают от этого почему гугл и прочее они идут все таки на этих вот на родственном надзоре я тебе скажу одну сейчас очень много это людей и где эти бабки дети акции никто не знает точно сколько их и где сосредоточено очень крупных блинкам компании и корпорации у кого эти бабки сосредоточены тоже никто не знает даже американцы не знает у кого они были сегодня они были вот у блин байдена а блин завтра они у васи блин пупкина у вовы сидоровой ну так вот они каждый раз меняется и проще короче будем решать проблему по мере вступления ладно моя хорошая всех любим всех целуем пошли мы собираться сейчас едем на зубы а там посмотрим чем не забыть нас подписываться пожалуйста поддерживать лайками комментариями подписками мир вам еще раз запасайтесь гречкой ну и вообще ничем не блин запасать нормально совсем спасибо всем пока пока